привет я оля свекла арта сегодня очередной пробник бумаги от клейр фонтейн так она и называется фонтейн причем это такая бумага из стопроцентного хлопка который имеет плотность от 640 грамм на квадратный метр это практически картон по ощущениям поэтому я буду рисовать не прикрепляя его никаким скотчем никуда ничего не поведет сделан небольшой карандаш на наброс и буду сегодня рисовать такой небольшой быстрый пейзаж с мельницей рассвет на закатный поэтому сильно ничего не прорисовывают нарисовала немножко только мельницу и так лист очень плотный повторюсь я его не прикрепляю а работаю прямо так на столе работать буду под частично увлажненной бумаги сейчас я увлажнила все кроме того места где будет солнце его отражение начинаю вводить акварель вот таким легкими движениями не торопясь бумагу увлажняла с одной стороны но я уверена что такая плотность и состав позволит работать не спеша и без каких-то ненужных стыков вот посмотрите начинаю вводить новый цвет и он на бумаге прекрасно смешивается с предыдущим мазочком но собственно она еще и влажная поэтому здесь не мудрено чтобы они смешать смешивались но уверяю вас что даже вот внизу нижняя часть меня подсохла все будет прекрасно соединяться все таки это такая особенность хлопковой бумаги да плюс еще такой плотный поэтому работает на такой бумаге очень комфортно приятно и несложно она помогает художнику в работе если есть возможность брать бумагу поплотнее берите то есть даже если состав будет одинаково чем плотнее бумага тем на ней будет работать комфортнее но это на мой опять же взгляд добавляю сразу же какие-то всполохи следующего цвета но у меня сегодня работа очень ограничено такой цветовой палитрик гамме ну и плюс всего лишь 3-4 цвета для нее использую желтый как обычно базовый синий и розовый сейчас я работаю все однослойно никаких других слов не добавляю это и будет мой первый слой подложка помощь будет сверху второй небольшой слой также вот посмотрите пробую делать такие выбирания краски плоской отжатой кисточкой все прекрасно получается и также внедрение цвета пока еще слой влажный тоже идет на уране куда ничего не стыкуется бумага у меня просохла хочу обратить ваше внимание что она во первых не покородилась как я и предполагала и цвет практически не съела обычно хлопок очень сильно съедает цвета это же бумагам на удивление мне очень это понравилось цвет оставила практически таким каким он был у меня первом слое важным работаю сейчас опять же по частично увлажненной бумаге добавляю кое-где намеки на берега уточняю их то есть чтобы появилась проявилась речка которая отражается солнце и перехожу к мельнички мельница у меня уже по сухому поэтому получаются такие четкие предсказуемые мазочки также прекрасно и по сухому смешивается цвет с цветом как вы видите на мельнице никаких стыков нет вторым слоем когда увлажняю работаю 1 никуда не уходит в общем-то это хлопок хороший и у любого хорошего хлопка нижний слой обязательно сохраняется добавляю какие-то такие травинки на переднем плане и в общем-то на сегодня все с этой работой больше бы нему не буду мучить получился вот такой легкий рассветно-закатный пейзаж бумага я довольна надеюсь сегодняшнее видео оказалось вам полезным вдохновение и успешного вам творчества